Я всегда себя позиционировал больше как преподаватель, именно нежели чем как блогер. Ну, вроде как нехорошо так делать, снимать чужие уроки и выкладывать. Как ты с этим живешь? Это очень хороший маркетинг. Какого черта мы до сих пор так преподаем? Я спустя 30 лет читаю эту книгу и думаю, какого черта мы так преподаем? В первый месяц у меня зарплата была 23 тысячи рублей. 30 тысяч я такой, ну это уже огромные деньги. Если я сейчас их буду зарабатывать, это все. Ну, мне больше ничего вообще в жизни не нужно. Селта у меня нет, и я ее не планирую получать. Образование мне не нужно, зачем оно мне надо? Без целта мы вас не возьмем. Естественно, когда я пришла на эту работу, сказала, не забудьте все, чему вас учили на Селте. У нас своя методика здесь. Окей! Всем привет! Это канал для тех, кто преподает иностранные языки. Я Анита Модестова, ведущая этого канала и руководитель школы Титер-шти-шти-через, автор курса «Я преподаю взрослым». Сегодня у меня подкаст из такой серии подкастов «Путь преподавателя». В этой серии я встречаюсь с преподавателями с разным опытом, разным бэкграундом, и мы разговариваем, как они, собственно, как их жизнь устроена сейчас, как они преподают, как они пришли к этому образу жизни, к этой ставке, к этой занятости. В общем, как они работают и как этот путь, собственно, и проходил. Сегодня у меня в гостях был, а у вас сейчас будет, интереснейший человек, с которым мы не были раньше знакомы до съемки этого видео. Меня зовут Кирилл. Он больше известен на Ютубе как бородатый лингвист. И он известен тем, что он, ну, по крайней мере, мне он был известен тем, что он снимает видео про всякий трешачок, который творится в нашем ELT-мире, обозревает не очень качественные. Хотя, как выяснилось, что качественные курсы он тоже обозревает, просто такие ролики никому, даже никому не интересны. Они мне не интересны, и поэтому мы про них меньше знаем. Я про него узнала, когда в чатах моего курса стали появляться ссылки на его видео, когда мы говорили как раз про стоимость урока, и там появились видео про то, что, а вот, обзор урока с преподавателем, нам урок, который стоит 7 тысяч рублей. В общем, яда-яда-яда, одно за другое. И вот мы здесь, я решила встретиться, поговорить с Кириллом о том, как устроена его жизнь и работа, как блогера, как преподавателя, как он себя видит, почему и как вообще он снимает эти видео. И мы много довольно поговорили про методику, и вообще про то, как преподаются языки. Мне было ужасно интересно и приятно познакомиться с Кириллом. Я думаю, что вам будет тоже. Вперед, смотрите! Кирилл, еще раз привет! Слушай, я на самом деле хотела начать с того, что я не так много о тебе знаю. Вот, то есть моя степень знакомства с тобой, что мне когда-то, когда-то было что-то в запрещенном ныне инстаграме, тоже, по-моему, довольно был активный, и ты что-то написал такое, что меня дико подбесило, я сразу не стала подписываться или отписалась там что-то, но иду. Вот, и такая, думаю, ну как бы я примерно знаю тебе, что ты делаешь, там иногда от каких-то там участников что-то пролетает, а вот там бородатый лингвист выложил, то, все, пятое-десятое. Но этой осенью я начала вести свой курс, где я вообще рассказываю преподавателям, как жить, как работать на себя, в том числе мы там говорим про ставку, люди начинают думать, а что же там делать такого на уроке, и вот кто-то однажды где-то в октябре скидывает ссылку в общий чат на твое видео с преподавателем, который за 7 тысяч рублей, вот, чтобы было понятно, что нужно делать такого на уроке, который стоит 7 тысяч рублей. Там на видео доходчиво, в принципе, разъясняется. Я начала смотреть, думаю, вау, классно, все, что нам нужно, кидаю, короче, ссылку в чат, видео не досматриваю, ну, потому что как бы примерно идея понятна. И тут мне пишут, о, а там, типа, на 33-й минуте Анита Модестова упоминается, такая, чего? С какой, с какой такой стати? Нервишки такие, ничего себе. Думаю, у меня нет урока за 7 тысяч рублей. Думаю, что такое? Вот, там было что-то, я пошла, конечно, смотреть 33-й, нет, я посмотрела сразу целиком тогда все. А там было что-то про то, что ученик зевает, видимо, я про эту тему писала в какой-то момент, у нас была какая-то... Почему-то мы обсуждали эту штуку с коллегами, про то, что если зевает, что это не значит, ему скучно. И к чему-то там, видимо, ты пытался как-то оправдать все, что там происходит. Вот, это было... Я такая, я думаю, ну ладно, интересненько. Вот, ну и в целом я в тот момент начала открывать, ну, как бы вести тоже свой YouTube-канал, что-то стало следовать. Да, твой просто YouTube я не смотрела, мне не понимала вообще, что это и зачем это мне надо. Вот. В общем, моя краткая история знакомства с тобой. И вот, собственно, почему мы здесь, да, потому что я тоже пошла смотреть твое видео про нейрометодику, которая, конечно, меня очень заинтересовала, как человека, который интересуется, ну, современными, как бы, тенденциями по преподаванию. Вот. А я листаю там комментарии, смотрю, что ж такое, кто-то там... Опять Анита Модестова, да? Ну, просто как даже, да. Но я решила, что... Не могу отпустить. Раз я смотрю, ну, как бы я вижу этот комментарий, я же не могу сделать вид, что нет. И плюс мне все равно было интересно про все это поговорить, потому что мне вообще интересно, как разные преподаватели живут, строят свою жизнь, как складывается, там, карьера, да? И ты тоже, ну, как... Да, ты же тоже преподаватель. И сейчас у тебя очень... Конечно, конечно. Вот. Такая классная роль. Это, в общем, такое длительное вступление, в котором я, собственно, объясняю, что я не очень тобой знакома и хотела тебя попросить представиться в том плане, как ты сейчас себя, ну, позиционируешь. Ты кто? Кто ты по жизни? Вот надо просто сразу... Да. Давай начнем вот с этого. Да, на самом деле, спасибо большое за вступление. Не, на самом деле, то, что я там где-то кого-то взбесил в Инстаграме, это я понимаю прекрасно. Поэтому, в целом, я... Не только в Инстаграме, да? Что как бы... Да, вообще, всегда, в принципе, везде, да. Как бы я много на кого подписан из ELT-тусовки, да, из нашей так называемой. Вот. Но я знаю, что они все меня... Ну, не все, но некоторые меня не очень сильно любят за такое моё, как бы, эпатажное ведение блога, да. Как я себя позиционирую? Я, на самом деле, всегда себя позиционировал больше как преподаватель, именно нежели чем как блогер, потому что... Ну, как-то вот у меня есть такая вещь, что такая вот идея, что ты себя позиционировать... Ну, не должен, но вот лично я так делаю. Типа вот что тебе больше денег приносит, то ты и есть, соответственно. Сейчас я скорее преподаватель, да, преподаватель, ведущий какого-то своего онлайн-проекта, да. Ну, а потом уже в последнюю очередь, скажем так, блогер. Но, опять же, я прекрасно понимаю, что без моего блога не было бы ни преподавателя, не было бы ни ведущего своего какого-то проекта образовательного, да. То есть, поэтому вот скорее вот так, да. Преподаватель слэш-блогер, но преподаватель всё-таки для меня важнее, мне кажется. Слушай, ну, я тут с тобой согласна. У меня какой-то был период, наверное, вообще отрицания. Типа я не блогер. Ну, какой я блогер? У меня, не знаю, там, 3,5 тысячи подписчиков в запрещенном инстаграме. Ну, у моей личной, там, у Teachers, 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 там, 12, по-моему, вот. И там блог на YouTube, где сейчас мы тысяча, по-моему, к 300 подбираемся, знаешь, там, вот, да, такое тоже отношение. То есть, я согласна, что, собственно, что приносит деньги, то и есть. А расскажи немножко тогда всё-таки про то, с чего ты начинал, то есть, как ты вообще, где ты преподавал, то, что, я помню, ты работал в школе, если я ничего не путаю, да, и, соответственно, и как ты дошёл вот до вот сейчас, до такого образа, ну, жизни и структуры деятельности, в общем, как у тебя это складывалось, не знаю, сколько по времени заняло, в общем, ну, у нас целый день, воскресенье, давай, начинай. Без проблем. Да нет, на самом деле, всё очень просто, всё очень как-то так само складывалось. Мне, на самом деле, ну, я всегда говорю, что мне очень повезло в жизни, потому что как-то вот приходят и люди те, которые нужны, и как-то вот некоторые возможности в руки попадаются. Да, на самом деле, я работал в школе, то есть, после того, как начался ковид, и я вообще не планировал работать в школе, я планировал остаться в Китае, потому что я учился в Китае, магистратуру там получал, вот, и потом начался ковид, а я в это время был в России, всё, соответственно, всё закрылось, я остался в России, и такой, ну, походу, надо что-то делать. Думаю, ну, попробуй поработать где-нибудь. А где мне поработать, если я там в своём блоге рассказываю про учителей, что-то там рассказываю про преподавание, рассказываю там про какие-то такие вещи, то есть, ну, надо ощутить всё на собственной шкуре. Надо, так скажем, вот на передовую в этом плане, и получается, я пошёл в школу работать, и в школе я, конечно, так нормально так поел всего, что не нужно было есть, конечно. Вот, я очень сильно... То есть, не очень повезло, да? Ну, скажем, может быть, или наоборот повезло с местом работы. Дело даже нет, ну, просто это обычная, как бы, общеобразовательная школа, то есть, как бы, где не замотивированы ученики, очень маленькая зарплата, то есть, на тот момент была зарплата, в первый месяц у меня зарплата была 23 тысячи рублей, у меня на тот момент уже был YouTube-канал, были уже очень такие, ну, то есть, уже все громкие, так скажем, ну, кроме вот этого урока за 7 тысяч рублей, уже все громкие видео были, как бы там жить не на что было вообще, то есть, там YouTube-канал чуть-чуть приносил ещё дополнительно, вот, за счёт этого огромное спасибо. Да, нет, я наврал, я на тот момент начал записывать, то есть, там были видосы всякие про Шестова, про Петрова, там, вот я когда в школе работал, про Skyeng записывал, там ещё про некоторые. Вот, ну и, соответственно, там через некоторое время, это было недолго, это было где-то две четверти, то есть, около полугода, я понял, что, ну, я не вывожу, потому что, типа, мне и жить не на что от этого, ну, и как бы не получается развиваться профессионально, то есть, потому что нет надобности делать что-то прикольное на уроке, нет надобности что-то интересное создавать, чтобы это было интересно кому-нибудь вообще, кроме меня, потому что очень много учеников не замотивировано, то есть, замотивированных, наверное, процентов 10, я такой, ну, окей, хорошо, тут открывается вакансия в просто языковом центре, чуть-чуть побольше платят, 30 тысяч, я такой, ну, это уже огромные деньги, если я сейчас их буду зарабатывать, это всё, ну, мне больше ничего вообще в жизни не нужно, класс. Это в каком году было, прости? А, это где-то после ковида уже, так. 2021. Да, большие деньги. И, получается, я как бы иду в этот центр, начинаю там работать, там у нас хорошее издание, там дети мотивированные, соответственно, там хорошее издание, там, как бы, вот как раз-таки мне можно было вовсю, знаешь, так это, поэкспериментировать, потому что там особо контроля не было со стороны руководства, и, как бы, я захотел так урок провёл, захотел так, захотел то сделать, захотел то придел, то есть, как бы, в целом, использовал все техники, которые только возможны, вот, чтобы, чтобы действительно посмотреть, насколько хорошо оно работает. Вот, ну и, соответственно, после этого у меня все друзья уехали в Петербург, близкие мои, и я такой, как-то один раз сижу дома, хочу попить, вот это реальная история, сижу дома, хочу попить пиво. Звоню знакомому, говорю, пойдёте попьём пиво, а мне никто не отвечает, никого нет, я такой, всё, Комсомольск, ты не для меня, я поехал в Петербург к друзьям. Ну, видимо, не в этот вечер вы пили пиво, там, дорожка-то занимает, наверное. Да. Ну и, соответственно, я там доработал некоторое время, уехал в Петербург, и там смотрел тоже, куда пойти, пойти, может, в какие-то частные школы, может быть, тоже в какую-то общую образовательную. Я тогда думал, что я не буду работать репетитором, потому что, ну, думал, что это очень нестабильно, и как-то, ну, и... Ну и в целом у меня все там говорили, и мама, и все говорили, что, ну, там надо работать в школе, надо как бы там вот, это нормально, это хорошо, пенсия, да, сюда. Вот, и как-то я в блоге что-то упомянул, прям вот, вот мельком прям сказал, даже не говорил, что учеников набираю, а прям очень мельком сказал, мол, типа, да, вот сейчас работаю онлайн, как бы, и... Там у меня, потому что было два ученика, говорю, вот сейчас работаю онлайн, как бы мне очень нравится. И мне буквально человек пять или шесть написали. Пять или шесть написали, мол, Кирилл, а можно с вами заниматься? И я вот их взял тогда и начал работать, и такой, и получается у меня началось постепенно расписание заполняться, 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 и все, и как бы было, было очень здорово. То есть в этом плане у меня была полная нагрузка, даже местами очень полная, потому что я перебирал. То есть иногда я брал там по восемь уроков, знаешь, что это вот страх у учителей, которые работают постоянно, что сейчас все рухнет, сейчас все это, да. И ты берешь очень много, то есть у меня вот было занятие в семь утра, я просыпался, а последнее там было часов в десять вечера. Вот. Однако. Слушай, сейчас, прости, я тебя, это ужасно, ужасно, ужасно звучит, да. Да, но знакомое, мне не по личному опыту, у меня такой стадии у меня не было. Ну, нет, у меня такая стадия была, когда я работала на компанию, ну, которая, да. Вот, но на себя такого не было, я как раз уже приходила в себя. Слушай, немножко хотел спросить как раз, на тот момент, твой блог, мы говорим, это канал YouTube, правильно? Да, да, да. Сколько у тебя на тот момент было подписчиков на YouTube? И для чего, получается, ты его заводил? Ты заводил его просто по приколу, получается, тогда. Да, то есть ты не делал как специально, ну, то есть, по твоей истории, да, то есть ты потом вдруг случайно там решил сказать, то есть это не было целенаправленно. Да, 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 нет, да, вообще нет, то есть блог вообще заводился изначально просто для того, чтобы там, там, если найдете кто-нибудь, кто смотрит, там первое видео, это грамматические видео про present simple, где я какую-то фигню рассказываю, да. Ну, то есть стандартная тема, по-моему, у любого блога практически. Я начала, мое было первое видео про, называлось у меня «Главное правило английского языка». Угадай, какое. M is R? Нет. Глагольное-безглагольное пределение? Так, видишь, я уже стремилась к какому-то, видимо, хотя это тоже грамматика. Нет, про порядок слов. А-а-а. Да, про порядок слов. И что-то там было, почему-то у меня была вырезанная карточка с Эдом Широном, я не помню, что именно я хотела объяснять. Ну, типа, «Анита likes от Широна» или «Эд Широн likes Анита». Там была вот что-то, такая была логика. Да, дальше этого не пошло. Но про грамматику я нашла у себя видео просто. Я вела, да, урок. Тут у меня на них тоже такой на час, по-моему. Вся таблица времен. Объясняю. С маркером. В группе взрослых людей. Анита молодец. Да, что такого. По-моему, это вообще, я вот всегда тоже всем, кто ко мне преподавает, приходит, я говорю, у нас у всех есть свои зашквары. Это абсолютно нормально вообще. То есть то, что как бы изначально мы там все преподавали. У меня тоже, у меня были уроки по Голицынскому, прям полноценный урок по всем. Просто как бы, я не знаю, ничего страшного, по-моему, в этом нет. Главное, что просто перерасти это. Главное, что бородатый лингвист наши зашквары не нашел, где ты ролик про это не снял, я бы сказал. Вот так вот, что нас беспокоит. Значит так, я, если, вот если что, я сразу скажу. Если, допустим, это урок студента за 200 рублей, и он преподает, грубо говоря, там или за 300, за 500, преподает по Голицынскому, я бы слова не сказал. Но я бы сказал очень аккуратно. Знаешь, я бы никогда бы не говорил, обманываете людей и так далее. Я же понимаю, что люди учатся и так далее. Вот. А если, ну, это чувак, который берет 7 тысяч рублей за урок и делает то же самое, тут, соответственно, как бы, тут, соответственно, как бы, ну, реакция другая. Ну, вот тут я пытаюсь людей вговаривать повышать цены на уроки, они такие, не, мы, пожалуй, на 200 рублей продолжим. Тут же тоже очень важно понимать, как бы, свою ценность урока. То есть, если вы понимаете, для чего вы делаете, понимаете, что вы делаете на уроке, понимаете, что у вас там хорошие материалы, да, что вы понимаете именно, как бы, что именно вы делаете. То есть, что вы не просто пришли, что-то там сделали, а что вот вы понимаете, для чего вот это вот нужно, то, что вы сейчас делаете. Вы можете спокойно повышать цены. Если у вас есть понимание того, что вы делаете и для чего, все, повышайте, без проблем вообще. Даже если потом выяснится, что это было все. Потому что потом иногда ты передумываешь, понимаешь, что и для чего ты делаешь. Хочешь делать теперь по-другому, это, кстати, тоже нормально. Возвращаясь к твоей истории, соответственно, на тот момент, когда вот ты решил, ну, вот выбирал, понял, что школа вроде не совсем то, и вот в блоге ты сказал, объявил, там, что, ну, как-то обмолвился, что к тебе можно попасть. Сколько у тебя было подписчиков? Блин, я не помню, наверное, тысяч сорок или что-то такое. То есть уже прилично. Уже прилично. И тебе, получается, ну, не приходило в голову, да, мысль, то есть как бы, что, так я же сейчас быстро наберу, да, то есть не складываться, то есть как бы, да, ты не думал про это, потому что ты использовал тот ресурс по-другому или? Да. Понимаешь, вот у меня был на тот момент такой бзик, что я буду преподавателем типа в отдельности от блога, то есть условно брать учеников с блога, это был какой-то некий, знаешь, типа как будто чит-код, как будто бы я не хотел вот именно пользоваться таким положением, знаешь. А тебе подарил кто-то, да, этот блог? Я не понимаю, как он появился у тебя, кстати. Никто не подарил. Ну, возможно, у меня просто еще был какой-то страх, что, мол, типа, я там много кого критикую, наверное, было бы страшно брать кого-то, потому что они могли либо разочароваться там или что-то в этом роде. Причем, действительно, с некоторыми не получалось, особенно на первых стадиях, ну, на первых этапах с некоторыми не получалось, потому что у меня было одно представление, у них другое, вот, и, конечно, мы расходились. Был какой-то некий такой страх это делать, наверное, в первую очередь перед самим собой, знаешь, вот эту брать на себя ответственность. Поэтому, да, я тогда не брал и думал, то есть, вот, я говорю, я думал, я буду работать в школе там, или буду работать в этом, и там потом, ну, если кто-нибудь узнает про блог, здорово не узнает, ну, и фиг с ним. А потом просто, вот, говорю, чисто случайно получилось. Я понимал, что оттуда можно брать, но как-то было страшно. А потом один пошел другой, третий, я такой, ну, в принципе, не так страшно. И потом уже, как бы, тоже, когда, знаешь, ученики заканчивались, я мог очень аккуратно, так сказать, снова в блоге. Да, вот, работаю сейчас круто, здорово, мне нравится очень работать онлайн с учениками. Вот, опять же, напрямую не говорить, приходите ко мне, просто, типа, вот, работаю, мне нравится, да. И люди приходили, соответственно. Слушай, а сколько, если можно спросить на тот момент, какой год мы говорим? Двадцать второй, да, это вот как раз после начала всех событий, где-то так, да, до и после начала событий. То есть ты, ну, как бы фрилансер, вот именно как, да, такой относительно недавно получается? Да, да, да. Понятно. Два-три года. А, слушай, а сколько ты брал за урок тогда, когда начал? Тысячу рублей. Тысячу рублей. И вёл по восемь уроков, ты по десять, сколько там, круглосуточно, короче, английский во сне, вот это, да, можно было. Почему тысяча рублей? Потому что это была средняя цена, я не хотел очень высоко брать, и мне казалось, что, как бы, у меня тогда опыта было не очень много для этого. Их хотелось среднюю цену, то есть это дорого для, допустим, глубинок, да, для провинции, но в целом для Москвы, для Питера там это, как бы, ну, достаточно такая средняя ставка, поэтому я решил, что я её возьму и буду её вести. Хорошо, мы, если бы ещё про деньги ещё успеем поговорить, было бы здорово. Вот, но сначала расскажи, наверное, как вот, как вот на данный момент, да, у тебя, ты ведёшь блог, у тебя есть ученики или уже нет своих учеников? Есть, есть, у меня есть, у меня есть группа, я веду, да, для школы, соответственно. Мне просто нравится, как бы, я, может быть, даже не вёл бы, но потому что, ну, в принципе, могу себе позволить не вести, но мне нравится вести, и мне нравится, у меня есть свои ученики, я их сейчас беру меньше, я стараюсь их там, знаешь, вот я их сейчас реально выставляю так, чтобы было под моё время, то есть, чтобы у меня была возможность сходить в спортзал, отдохнуть, кофеёк попить, там, помонтировать, туда-сюда, то есть, да, но они у меня тоже есть, то есть, ну, я не знаю, часов, наверное, по пять, именно вот рабочих часов, из группами часов по пять, наверное, в день могу работать. Сейчас в такие моменты чувствую себя жутко ленивым человеком, но в этот момент я всем говорю, что мы очень по-разному устроились, у нас как-то силы, как-то, ну, реально, не знаю, выносливость, что это, да, то есть, кому-то, то есть, кто-то спокойно ведёт там те же самые, там, 10 уроков в день, говорит, от чего, да, а кто-то ведёт три урока и понимает, что, ну, как бы, это всё для них, поэтому здесь тоже, как бы, для всех, что это. Да, конечно. Нет, я для себя помню, что шесть часов уроков, шесть часов производительности и, в целом, возможность подготовиться к этим урокам, оно сразу хуже становится, то есть, это вот, ну, лично для меня мой такой предел. Ну, тяжело снаться. Я понимаю, что я могу их отвести, просто, ну, я уже как бы, я понимаю, что я уже начинаю, знаешь, работать так, типа, не очень, не очень. А так, если пять уроков у меня не так расположены, я могу что-нибудь там посидеть с нейронками там, могу там что-нибудь прикольное помутить, посидеть, дурака повалять, чтобы было поинтереснее, там, какое-то, какие-то упражнения сделать смешные. В целом, меня это устраивает, я не устаю особо сильно. Коллеги, хочу вам рассказать про свой канал. Телеграм-канал называется Анита Модестова про преподавание фрилансов, вот где-то здесь должен сейчас появиться на него QR-код. Я стараюсь снимать видео на YouTube один-два раза в неделю, но, естественно, съемка видео занимает гораздо больше времени, чем писать тексты. У меня много разных идей и мыслей по поводу того, как можно веселее, счастливее, комфортнее и с большим доходом работать на себя преподавателем иностранных языков. Правда, оказалось, меня смотрят преподаватели по гитаре, например, по фортепиано. В общем, все, кто работает на себя, вам тоже может быть интересно и полезно. То, что я пишу в своем канале, я пишу про преподавание и про фриланс, как говорит заголовок моего канала. Есть регулярная рубрика про работу на себя, где я делюсь советами, как комфортнее организовать свою такую самозанятую в широком смысле слова, а не как систему налогообложения. И я пишу про методику преподавания иностранного языка, конечно же, в основном про лексический подход, который я просто обожаю и надеюсь, что все тоже будут вместе со мной его обожать. Ссылка на канал под этим видео, добавляйтесь, буду вам там рада. А теперь продолжим видео. Слушай, давай про структуру занятости, если можешь рассказать. То есть, как, допустим, сейчас у тебя есть блог, который ты ведешь, как часто ты выкладываешь видео, сколько, наверное, занимает там съемка, подготовка, исследование для всех этих видео, у тебя есть курс, сколько там, короче, вот расскажи, как ты работаешь, что туда входит. Если вот так, говорите, я работаю, конечно, непозволительно много. Что позволительно, ты работаешь на себя, 9 утра, 10 мы с тобой в воскресенье сидим, нормально мы работаем. По-разному, но в основном да, то есть, если условно я просыпаюсь, если у меня есть спортзальный день, то получается, просыпаюсь часов в 10, в 9 иду в спортзал и там с часу с 12 работаю. Соответственно, это либо уроки, либо это подготовка каких-то материалов для разговорных клубов, либо это, опять же, проверка курса, потому что у нас курс можно было сделать автоматическим, но я хотел сделать так, чтобы он все-таки самостоятельный, грубо говоря, учебник для людей, которых нет времени ходить вот фиксированно в группу. То есть, у нас там очень много аудио нужно записывать, очень много текста писать, то есть, там есть механические упражнения, но они выполняют там функцию, знаешь, знакомства с формой, грубо говоря. А именно, если мы говорим о развитии навыков, то там достаточно много аудирования, то есть, особенно очень классно, когда они, ну, ученики делают, делают все к концу недели, я в конце недели сижу и 4 часа вот так вот слушаю. Я знаю, я тоже веду курсы с проверкой. У меня, кстати, по понедельникам, по понедельникам такое, да. 4 часа спокойно. 4 часа в пятницу, да. Да, ну, то есть, как бы, да, то есть, ну, я еще сам бывает, знаешь, откладываю там, по-хорошему проверять по чуть-чуть каждый день, но иногда я так не делаю, то есть, я проверяю там через день, грубо говоря, там накапливается, я тоже могу читать по пару часов, по паре часов. Вот, соответственно, да, веду уроки, потом, получается, это может быть какая-то подготовка к разговорным клубам, я могу сделать какие-то материалы к разговорным клубам, потому что мы тоже делаем все самостоятельно. Потом это может быть либо разработка курса, либо, опять же, его проверка в зависимости от того, какая еще стадия этого курса. Ну, и, в принципе, да, все. Перед уроками я там проверяю домашнее задание и делаю какие-то там пометочки и делаю какие-то там задания для этих самых уроков, если что-то нужно. Если не нужно, то если уже все готово, то не делаю. Вот, получается, да, получается, с утра встаю, сажусь работать и вот так вот до вечера. Ну, то есть, человека часов меньше, но именно самой работы достаточно. Заканчиваю по-разному, по-разному. Могу закончить в 11, могу в 12, могу в 10. А кроме работы, зал, что-нибудь? Ну, в будние дни, ну, как бы в будние дни я, бывает, себя развлекаю видеоиграми, бывает периодически, но этого не очень много получается, то есть, я действительно в этом плане трудоголик. Ну, так, да, в основном будние дни у меня для работы, а выходные у меня для развлечений. Вот так. Вот выходные я хожу, отдыхаю. Да, то есть, выходные я стараюсь ничего не делать, то есть, я все себе отменяю, стараюсь не монтировать. Да, про монтаж, ты еще спросила, тут тоже сложно, потому что зависит от ролика. Допустим, вот это нейролера, ну, там, я не знаю, сколько я делал, но, наверное, ну, там, книжку он был сначала прочитать, это не очень много, буквально за день. Потом, получается, отсмотреть некоторые записи, отсмотреть уроки, провести, но, я думаю, дня 3-4 полностью на то, чтобы, как бы, подготовить ролик, потом вот снять и смонтировать тоже пару дней. Ну, в зависимости от того, опять же, насколько я занят. Если у меня этот день свободный, если там у меня что-то там вот так получилось, что у меня там 3 урока в день или 2, там, не знаю, отменились, или вот сейчас ЕГЭ были, там, я отпустил некоторых ребят, они отдыхали, вот. И, соответственно, как у меня было время, я монтировал. Я работал так. Понятно. То есть, у тебя, да, если возвращаешься, у тебя, получается, в приоритете уроки, да, и курс, получается, да, поскольку ты преподаватель, то есть, а видео ты выкладываешь как... Когда, короче, у тебя есть какой-то дедлайн по видео, допустим, ты должен выкладывать там раз какой-то, или все-таки видео выкладываются, когда есть возможность? Да, конечно, уроки в приоритете, потому что от этого зависят, ну, как бы люди, да, есть. Есть четкое расписание, и, соответственно, приходится уроки проводить тогда, когда надо, а не когда, когда я хочу. Какая-то вообще странная, да. Ну-ну. Ну, ладно, да, поподьтесь. А что касается этого, что касается видео, да, то есть, я записываю видео, когда у меня есть свободное время, когда есть ролик. Ну, то есть, допустим, вот у меня, наверное, завтра выйдет ролик. Там обзор урока за 10 тысяч от лайф-коуча. Соответственно, там вообще, там никакого анализа не нужно, я просто беру его и показываю. Все, да, единственное, что мемы вставить, и все. То есть, это час урока я отсмотрел, поприсутствовал для начала, потом отсмотрел, записал видео, и все, и вот сейчас монтирую. Там ничего такого сложного нет. Там буквально пару дней. Слушай, а тогда, раз уж мы заговорили про ролики, меня, ну, наверное, как и у многих, которые там смотрят, одновременно, вот сейчас даже не про курсы, а именно про занятия, когда там, допустим, ты приходишь, да, ты как бы, получается, что... Ты, кстати, приходишь без камеры, получается, ты с выключенной камерой, когда ты приходишь на чей-то урок, да, если... Ну, я не знаю. Ну, на итоги я прихожу, как обычно, я там особо даже не скрываюсь, потому что у меня там задача немножко другая, я как бы даже там свой уровень не скрываю, я просто говорю так, как есть, я просто, ну, веду себя как есть, я говорю, там, у меня, да, у меня там свой образовательный проект, я учитель и так далее, вот, и все. И как бы, в целом, все нормально реагируют, все мог, ну, я их потом блюрю, поэтому в целом никаких проблем быть не должно. А когда это какие-то русскоязычные ребята, то там я уже не прихожу, я прошу партнера своего, с которым мы работаем, вместе школу делаем, я прошу его, получается, прийти, он приходит и, соответственно, он там, теперь он теперь дурака валяет, потому что меня узнают. Я как-то раз хотел купить что-то я тогда... Ну, это было давно еще, это было пару-тройку лет назад, пару лет назад, я хотел на Авито купить занятия и, типа, показать прикольные занятия с преподавателями настоящими, вот, и меня тогда узнали, я такой, блин, ё-моё, ну, ладно, не буду тогда вести больше так дела. Понятно, слушай, но, наверное, не могу не спросить, потому что такой момент, я сама про него недавно тоже задумалась, потому что даже не с твоих роликов, что интересно, а в запрещенном в России инстаграме что-то зашла, и кто-то, тоже какой-то был рилс, нарезка, да, в котором, ну, преподаватель сидит и явно, как бы, у него урок, и он начинает, ну, как бы, типа, что это трэш, и потом какой-то попался тоже рилс от кого-то, видимо, к кому как раз так на урок пришли, и говорят, типа, какой-то, типа, какая, ну, жесть, хрена ли там, типа, мой урок шеймят, значит, на весь запрещенный инстаграм, и я такая, блин, а с одной стороны, такие как бы, вроде как бы, да, то есть, как это, про морально-этическую сторону, давай с тобой поговорим, вот, с одной стороны, как будто бы, ну, да, я услышала, что у тебя есть определенные, как бы, критерии, да, к кому, как ты придешь, да, и там, какой урок может попасть, не попасть, и, то, наверное, как это, как у тебя это устроено, у тебя никакого противоречия, то есть, нет какого-то, не знаю, как, даже, задать вопрос, да, какого-то сопротивления, ну, вроде как, нехорошо так делать, снимать тяжелые уроки и выкладывать, как трешачок. Или как ты с этим живешь, короче, расскажи. Как я с этим живу? Бессовестно, знаешь, не стыда, не совести. Да нет, ну просто смотря к кому приходить. Просто если я прихожу, то есть если это просто обычный человек немедийный, да, и он ведет себя и ведет, как бы, ну, я к нему просто не пойду, скорее всего, потому что, ну, работает человек себе и работает. Никаких проблем с этим не вижу. То есть у меня нет никакого бифа с обычными преподавателями, которые, честно, работают, зарабатывают свой хлеб. У меня нет, честно говоря, нет никакого преподавателя с инста-инфлюенсерами, да, какими-то инфлюенсерами, которые точно так же ведут, зарабатывают чисто и, как бы, едят свой хлеб. Никаких проблем. У меня больше, наверное, биф с теми, кто слишком сильно завышает цену, вот так скажем, да, люди из-за этого там набирают кредитов, люди там из-за этого, получается, влезают в долги какие-то, вот, а приходят а там, ну, что-то, ладно, если посредственное, но обычно даже хуже, чем посредственное, то есть если там даже непосредственно, а просто хороший урок, грубо говоря, там за 10 тысяч рублей, да, вот хороший, нормальный урок, там, грубо говоря, по учебнику с хорошим преподавателем, и это блогер какой-то. Никаких вообще проблем, опять же, с этим нет, потому что, ну, как бы, да, я понимаю, медийность, личный бренд и так далее, поэтому уроки стоят дороже, как бы я ничего нет, и я бы тоже ничего не сказал. Я бы сказал, классный урок, хороший, но дорого. Все, никаких проблем. Но, получается, если ты, допустим, какие-то там ребята, вот, допустим, где у меня был урок с ведрушей, да, что-то у нее урок, по-моему, 100 баксов или 80 баксов стоил, да, у нее просто разговорный клуб, я, как бы, это просто разговор, даже не урок был. То есть ты туда приходишь, с ней общаешься на протяжении, там, часу, и все. Как бы, она там в конце тебе может быть какие-то ошибки поправит, и то не факт. Вот, ну даст какой-то фидбэк, и все. То есть нет никого не построения, ничего нету. Я сказал, ну, в принципе, это разговорный клуб. Если вам хочется разговорный клуб и хочется поработать с ней, пожалуйста. Но это не урок вообще, нисколько. То есть на урок это не похоже. Вот, если вам такое нужно, пожалуйста, приходите. Вот. А есть просто уроки, вот, как говорю, ну, на профи.ру, да, там, вот, который я тогда взял, то есть где 7 тысяч рублей, и я бы ничего не сказал, если бы, опять же, цена была меньше, если бы не было вот этого вот посредственного отношения к этому самому уроку. То есть там видно вот именно, где я был, где я был на уроке, ему просто тупо скучно со мной заниматься. То есть, ну, там прям ему вообще, ему неинтересно, что происходит, плюс как бы, ну, поэтому мне немножко, конечно, от этого странно. Тоже как бы непонятно, почему формирование цен такое у некоторых людей, которые тоже в этом совершенно ничего не понимают, будучи, ну, какими-то, опять же, инфлюенсерами. Здесь у меня тоже есть какой-то биф. Я просто показываю о том, что, как бы, ребят, вы можете найти себе преподавателя более бюджетного, но который вам, соответственно, даст больше. То есть у меня задача в том, скорее, показать, что не бегите за подписчиками. Не всегда подписчики означают то, что человек в этом очень сильно разбирается. Если там, ну, как бы, есть разные ситуации. Кто-то разбирается, кто-то нет. И я вот таким образом как бы показываю. Что касается этической стороны, я понимаю, конечно, что это не до конца этично. Я отдаю себе в этом отчет, но я готов быть этим козлом отпущения, которого, так скажем, не очень сильно любят, но тем не менее я показываю какую-то и обратную сторону того, что у нас есть. Слушай, ну вот, да, для себя, получается, мы твои ролики, твой ролик, и там еще один тоже был прикольный ролик, снимали наши, то есть, получается, тоже попали там знакомые знакомых. В общем, тоже чувак просто ходил на собеседование, там никого не показывали, но просто человек сказал, я сходил на 10 пробных уроков, и там был трэш. Вот, в общем, и мы тоже добавили. И я поняла, что мне эти прям ролики, они необходимы в моем курсе, потому что приходят, я обучаю преподавателей, и они приходят совершенно, совершенно ведут восхитительные уроки, там, готовятся долго. Может быть, там не все не всегда точно знают, допустим, что и зачем, и почему они делают, как раз, собственно, на это и направлен курс, но они хотя бы, ну, стараются разобраться, да, в этом. Есть, допустим, педообразование, лингвистическое образование, и потом начинается вот какой-то такой методический винегрет, поэтому у многих преподавателей действительно, ну, есть вопросы к построению урока, там, к структуре, что, зачем, как, какое упражнение выкинуть, какое добавить, почему здесь хочется ставить вот это, но глобально, в целом, они ведут отличные уроки и интересуются. И вот они там, ты там тысячу рублей поставить, полторы тысячи поставить, для них уже, ну, прям стрёмно, а когда им выкладываешь видео, смотрите, за 7 тысяч можно там по Голицынскому работать, и у них вот хорошо, то есть это, я им могу много говорить, что, ребята, вот классные уроки поднимайте цены, потому что, ну, им это нужно для выживания, на самом деле, потому что, ну, ты не будешь вести по 10-15 уроков в день, не знаю, дольше, чем пару лет, да и то. И это они, эффект оказывают хороший, поэтому это такая, ну, тоже, как бы, этичность, но методическая польза есть, так что. Да, я согласен, то есть, в целом, когда я читаю там комментарии, что, мол, ой, всё, спасибо, мой, типа, синдром самозванца вышел из чата, я такой, ну, вот, вот, в принципе, и хорошо, вот, в принципе, и здорово, значит, всё-таки кому-то моя неэтичность, так скажем, помогает. Ну, да, как бы, у меня с этим нет никаких проблем, я готов, говорю, быть козлом отпущению, но, тем не менее, если это помогает людям выбрать что-то хорошее или помогает людям, которые преподают, в целом, как бы, я рад, цель выполнена. Слушай, а ты когда, а у тебя есть ролики про то, что, вообще-то, хорошие уроки бывают там за те же 7 тысяч? Конечно. Или их не бывает? Конечно. Бывают? Конечно, конечно, да, да. Ну, вот, сейчас это за 10 тысяч выйдет, он не будет негативным, он будет хорошим. Да, ты что? Отлично. Серьёзно. Извини, я не очень внимательно, мне нравится трешачок, видимо, смотрела пока. Вот в этом и дело, видишь, да, в этом и дело, что меня очень часто обвиняют в том, что, мол, вот, Кирилл, а ты вот только плохое пока, можешь что-нибудь хорошее показать? А у меня есть хорошие курсы, у меня даже есть видео про топ-5 хороших курсов, которые там я обозрел, по-моему, в 2021 году, но они до сих пор действительно самые лучшие на тот момент, то есть я их показываю, просто они не особо сильно залетают, потому что никто не будет скидывать своим друзьям вырезки, где тип, ну, просто ведёт хороший урок, там, не знаю, по учебнику или по составленным материалам. Он скинет кому-нибудь, где какой-нибудь тип ведёт на русском какую-то дичь. Вот это действительно, да, вот это он действительно сделает, а так, так нет. Понятно, да, точно, особенность контента в социальных сетях. Слушай, ну тогда вот как раз про синдром самозванца, раз мы его упомянули, ну, я так понимаю, что у тебя он в каком-то виде тоже был, да, когда ты говорил про страх, ну, вот, заявлять, может быть, да, то, что здесь блог, ну, вроде как бы, ну, а вдруг кому-то не понравится. А сейчас ты запустил свой курс. Не было, ничего не мешало, всё, не знаю, не откладывалось из-за того, может, ну, как же я сейчас сниму курс, потом кто-нибудь его разоблачит и скажет, что, типа, я тоже там не это. Как у тебя с этим... Да, конечно, есть, конечно, есть. Но я уверен в этом курсе, на самом деле. То есть, ну, там, естественно, есть проблемы, там нужно, вот сейчас, например, после того, как первый месяц, ну, первые две недели прошли, я буду его перерабатывать, мы будем его перерабатывать, буду кое-что переделать, потому что получил первые отзывы. Есть вещи, которые неправильные были сделаны с методической точки зрения, будем исправлять. Да, окей, его купят, там, ну, скажут, там, те вещи, с которыми я, допустим, согласен, да, там, что там местами у меня там слишком сложно получилось, местами не подобрано под уровень, задания некоторые, может быть, могут быть местами неактуальными, но, тем не менее, никто не обвинит в том, что он оверпрайснутый, потому что он стоит достаточно бюджетно, то есть, там, со скидкой 5000 рублей всего лишь за месяц. Потом, получается, там есть развитие навыков, и оно действительно есть, то есть, как бы, с этим тоже никто не поспорит. Огромное количество развития говорения, аудирования, чтения, даже письма чуть-чуть, вот, то есть, с этим тоже никто не поспорит, то, что оно действительно там есть, и, как бы, оно там в достаточно большом объеме. Из-за того, что мы хотели сделать рециркуляцию, некоторые задания получились местами однообразными, то есть, бывает такое, это тоже мы поправим, я согласен, но, в целом, это работает. О, я королева однообразных заданий, подожди, я вообще за то, что там, ну, когда работаешь живьем, наверное, в онлайн-курсе, это не так прикольно, вот, но когда живьем, одно упражнение можно использовать, я знаю, 5-7 раз при желании, поэтому, знаешь, тут, как бы, нормально все, потому что это суперполезно. Конечно. Некоторым просто это не нравится, они все-таки хотят, чтобы был edutainment, да, вот, соответственно, как бы, я это понимаю, опять же, поэтому, да, поправим, окей, и, как бы, да, я понимаю, что, да, пускай смотрят, пускай разбирают, я, в целом, не против, ну, да, возможно, будут там какие-то негативные вещи, но, в целом, в общих чертах курс полезный, в общих чертах там есть вещи, как бы, которые я сам продвигаю, так скажем, есть недостатки, конечно, объективно, они везде есть, но я, в принципе, мне не очень страшно за это. Не очень страшно. Хорошо, слушай, а сколько времени-то его, допустим, от идеи, а буду-ка я делать свой курс EGG до, вот, допустим, первого покупателя? Сколько прошло времени? Идеи, идеи-то давно были, понимаешь, просто идеи у меня были еще с того момента, как я начал, ну, вот, вести блог и так далее, и я хотел сделать что-то такое, вот, примерно в таком виде, только единственное, я, у меня не было возможности, потому что для того, чтобы делать хорошее аудио, на тот момент нужно было нанимать актера, да, чтобы он записывал. Сейчас с помощью нейросетей, ну, это намного проще делается, благодаря вот технологиям, да, то, что вот сейчас, потому что можно записать аудио, это аудио будет, да, может быть, местами будет ненатурально, но в целом там можно подкорректировать, там есть особые фишечки, которые мы делаем, чтобы аудио звучало более натурально, и оно будет звучать хорошо, и оно развивает, тем не менее, навык, который нужно развивать. Поэтому идеи-то появились давно, но именно сама реализация и на один, ну, как бы на сам курс, ну, наверное, полгода, наверное, потратилось, ну, может, не пол, может, месяцев пять, наверное, потратилось, я так думаю, вот, с созданием, со всеми делами, то есть с перепроверкой его, с фокус-группой, с отдачей его коллегам, которые тоже смотрели, разбирали. Да, да, вот, кстати, ты еще спрашивал про обзоры, да, я же сам изначально скинул всем своим коллегам, то есть всем, кому я доверяю, как преподавателям, я скинул, говорю, посмотрите, хочу прожарки, делайте прожарку. Люди посмотрели, как бы сказали, где что не так, где что, как сделать, где какие косяки, вот, и поэтому я в этом плане как бы уверен. Если у меня мои, как бы, более образованные, чем я, коллеги сказали, какие-то вещи, ну, в целом, как бы, я я рад. Поняла, слушай, про образование, а вот как раз про образование. Ты ведешь свой блог, у тебя блог, направлен в целом не на учителей, да, то есть, наверное, изначально аудитория, на людей, изучающих английский, наверное, да, то есть у тебя не специфичный же он для учителей, правильно? Он скорее про... Он у меня, он у меня, да, он у меня для... Получилось так, что он костяк аудитории именно такие, учителя, ученики, очень... Сейчас стало намного меньше людей, которые низких уровней, больше стало тех, которые высоких, то есть там от B1+, грубо говоря. И при этом, ну, ты ведешь уроки, да, ты работаешь на себя, ты записал свой курс, и ты еще, ну, получается, приходишь, вот, обозреваешь разные курсы, то есть, как бы, ну, методически смотришь там, дичь, не дичь. Какое у тебя у самого при этом, ну, образование, то есть, почему ты вдруг решил, что ты все это можешь делать? С чего бы это? Давай разберемся. Образование мне не нужно, зачем оно мне надо? Окей. Я и так... Да нет, я шучу. Ну, слушайте, у меня только недавно выпустила ролик про то, что преподават... Чтобы начать преподавать, педобразование не нужно, поэтому... Я согласен, я согласен, я был согласен. У меня раньше было достаточно воинственное отношение к этому некоторое время, наверное, я тоже считал, что нужны и сертификаты обязательно, нужны образования, но потом как-то перерос это, потому что, по сути дела, неопределяющий фактор, то есть, человек без образования может быть намного грамотнее, чем человек, который окончил, грубо говоря, Селту, вот, потому что он просто не пользуется этими знаниями из Селты. У меня, на самом деле, не то, чтобы там какое-то очень крутое образование, да, я закончил наш провинциальный педвуз по специальности учитель китайского английского, потом, получается, в Китай поступил магистратуру на лингвистику, прикладную лингвистику, но я это даже как за образование не считаю, там все очень такое было, ну, лично, как бы, для меня это просто бумажка, так скажем, она ничего не значит и никаких знаний не отображает. Звучит солидно, интересно. Да, ну, это такое, то есть, это ролик для отдельного разговора, наверное, точнее, это тема для отдельного разговора, вот, но я просто не считаю его как за свое образование, я просто говорю, что оно у меня есть, но, по сути, вот такое полноценное, чем, как бы, я могу апеллировать, это, наверное, вот, как раз-таки образование российское педвузовское. Но, тем не менее, когда я вышел из универа. Я не знаю, у нас у тебя тоже, наверное, много учителей. Получается, единственное, что я знала о методике, это методички пассов. Ты слышала про такие? Пассов и его... Да, но я не... Я же не преподаватель, но я психолог по образованию, да, то есть мое, ну, первое, собственно, специалист специалитета. Потом я прошла СЭЛТу, когда поняла, что... Ну, потом, это спустя приличное количество лет после университета. И потом я только переподготовку у меня была в ПЕДе, у нас была Ракин, а вот Пассов... Знакомая, конечно, разная фамилия. А, да, Ракин, да, это классно. А потом тебе еще в комментариях приписали Делту, кстати. Да-да-да, я там сразу написала, у меня Делта, у меня нет, и я ее не планирую получать anytime soon, поэтому... Пассов — это такой советский методолог, педагог, получается, и на его основе у нас в универах во многих очень сильно, ну, как бы, есть методички, да, определенные. Польза этих методичек в том, что они подстроены под российские учебники, да, которые выпускают, опять же, под даже редактурой Пассова, ну, не его самой, его там какой-то команды, которые там, вот, которые он там когда-то давно создал. Я не знаю, опять же, как это делается, но, короче, суть в том, что учиться по этим методичкам очень полезно, потому что если ты пойдешь в школу, очень это крупно мэчится с российскими учебниками, которые, сама знаешь, имеют свои особенности достаточно такие сильные. Вот. Так, если вкратце, это грамматико-переводной метод и начало коммуникативного. Там такая идет ядерная смесь, и оно поможет тебе, то есть оно как бы тебе поможет в любом случае. Есть там понимание того, сколько чего нужно, сколько часов нужно там на аудирование тратить, на говорение и так далее. Это все очень, конечно, индивидуально, это, не знаю, на мой взгляд, немножко странно все это стандартизировать, потому что там говорится, вот в 11 классе ученика должно быть там 60 часов аудирования, грубо говоря. И, соответственно, у меня было понимание только такое. Тогда я увидел какие-то пару онлайн-вебинаров от English.com и от кого-то еще. Даже с теми знаниями я понял, что это какая-то дичь просто неадекватная. То есть тогда у меня не было каких-то глубоких знаний, но я, там, зная эти методички пассово, понял, что это какая-то, какая-то, какая-то шляпа вообще неадекватная. Про 15 минут в день, про какие, про мнемотехники, хотя мнемотехники, они отчасти работают, но не должны быть, скажем так, основой всего твоего там курса или преподавания, это немножко странно. Вот. Потому что работает в целом все, просто в разных, скажем так, кипостасях. Потом я начал знакомиться с людьми, с подписчиками, которые мне начали писать, советовать что-то. Я начал с ними активно общаться, и вот там уже какое-то началось там самообразование, то есть там какие-то книжки по методике самостоятельно, то есть вот так вот примерно. Получается, селты-делты тоже нет, да, в наличии? Я хотел, я хотел, но меня остановило то, что это очень-очень дорого. Это правда очень дорого, да, когда я ездил на селты. Типа оно того не стоит. Это был 13-й год еще был, когда все онлайн, наверное, я согласна, но я бы, наверное, не стала проходить. Не потому что это плохой курс, потому что прикол, конечно, в селте еще в том, что это группа людей, но вообще такой вот тренинг он изначально для этого, это было очень классно. Ну да, ну, соответственно, это тогда было 13 лет назад, и заняла деньги у папы, да, чтобы поехать на селту. Если такая возможность была, то потом я их отдавала много-много, много лет потом. К счастью, папа меня никуда не торопил. Слушай, да, это было, это было очень мило. С удовольствием это действительно стоило приличных денег, и потом я, правда, пошла сразу на работу, которая мне сказала, без селты мы вас не возьмем. Естественно, когда пришла на эту работу, сказала, не забудьте все, чем у вас учили на селте, у нас своя методика здесь. Окей, окей, спасибо, это было интересно. Наверное, мне такой, наверное, интересный вопрос, что я очень много говорю про формирование там этих методических, педагогических взглядов, про то, что действительно, то, что ты сказал, есть, ну, есть вещи, которые совсем перегибалки, да, мы их сейчас не берем, но в целом работает все, ну, мы, Наверное, ты тоже, то есть я училась по грамматике, нет, у меня была спецшкола с изучением иностранных языков, ну, углубленность иностранных языков, но там было много грамматика переводного метода, ну, и ничего, мой сицу прекрасно, как бы, понятно, что он потом добирался, ну, глобально, там, и он тоже работает, и коммуникативный такой классички, который я сейчас, может быть, много критикую вместе следом за Майклом Луисом, он тоже на самом деле работает, лексический подход работает, ну, в принципе, работает практически все, поэтому я часто говорю про формирование вот этих педагогических взглядов, на английском это teaching beliefs, на русский, я вот пока сложно найти красивый перевод мне, но вот как раз, да, здесь очень важно для преподавателя, на мой взгляд, проследить, откуда у него вот эти убеждения вообще взялись, что надо так, а не так, да, разобраться вот с этими там основами, что там, откуда ты это взял, потому что тебе кто-то однажды сказал, да, или ты, ну, реально понимаешь, как это работает, и дальше собственно, уверенно, спокойно работать, там, повышать цены, не повышать, это уже кто там, чего хочет. Вот, если такое, наверное, как у тебя сформировались твои вот эти teaching beliefs, наверное, что помимо методических пассов в них является таким, может быть, ну, главным таким образующим элементом? Да, ну, получается, это окружение, скорее, по большей части, помимо вот методических пассов, это именно люди, которые пришли, соответственно, на канал, да, то есть, когда какие-то первые просмотры прошли, я говорю, я тогда не очень, много знал об этом, я там начал общаться с людьми, вот как раз таки с Делтами, там, начал общаться с людьми, которые очень долго работают в этой сфере, и, соответственно, ну, спрашивать, интересоваться, говорю, а что, как, а вот тут что, а тут что они мне, ну, вот, почитай книжечку, я такой, окей, хорошо, я такой, а вот, вот, лексика, а вот, почитай вот это вот, а вот, а вот, а вот еще тебе книжка. Какие, не хотели сами тебе отвечать, да, смотря все книжки. Не, ну, как бы отвечали, просто говорят, вот подробно можно здесь, как бы, я там не буду говорить, что я там каких-то, там, дофига книг прочитал, ну, просто вот что-то прочитал. Из этого уже сформировалось какое-то понимание того, как нужно вести, но сейчас, на самом деле, спустя время, ты очень правильно сказала, что, как бы, там, критика коммуникативного подхода и так далее, то есть после этого ты начинаешь понимать, что, в принципе-то, как бы, нет одного единственного. Вот сейчас, допустим, я, ну, я просто, вот я верю в принципы эклектицизма, да, то есть я верю в то, что все методы, они работают просто на конкретного какого-то ученика. Все, вот мне этого абсолютно достаточно, и, как бы, я могу и по-ГПМить, могу и по-Лексичить, могу и по-Коммуникативить, у меня, как бы, вообще без разницы. Мнимотехнику я не использую, да, как технику, но, в целом, я понимаю, что это на кого-то работает. Вот, просто мы, как бы, в этом плане, знаешь, я, мне нравится очень тоже, как мы с кем-то обсуждали, это, что в этом плане вы просто находите учеников, которые ближе к твоему подходу, грубо говоря. Вот ты как работаешь, как ты ведешь, и ты находишь тех самых учеников, которым это подходит. Те, кому не подходят, они просто уходят и находят то, что нравится им. Просто, опять же, у меня такой образ, да, что я такой противник ГПМ, ни в коем случае мне нравится. Самому ГПМ я тоже участвую. Мы уже выяснили, так что... Конечно, я сам, да, я сам тоже... Сам, может, ты бы и написал, да? Да. Я сам занимался по ГПМ. Просто меня именно вот бомбит, когда говорят, у меня авторская методика, а там ГПМ, да? У меня нейрометодика, а там ГПМ. Меня с этого как бы бомбит, и я начинаю, возможно, из этого казалось, что как-то ГПМ – это очень плохо. Ну или там, у нас там вот все, что вам разложат по полочкам туда-сюда, а там типа какая-нибудь перефраза обыкновенная или заполнение скобочек из основных упражнений. То есть вопрос именно скорее в этом. А у меня с ГПМ вообще никаких бифов нет. То есть китайский я преподаю, у меня там это грамматика переводной с коммуникативной связанной, ну то есть там смешанной, потому что я не научился его преподавать полностью на коммуникативе, и сейчас думаю, что, в принципе, может быть и не надо. Очень сложно. Мы недавно обсуждали это с коллегой, как заэплайить лексически на китайский. Я понял, что это нужно очень-очень... То есть там нет такого объема, количества материалов, которые есть на английском, и поэтому очень тяжело. То есть нужно полностью все перерабатывать и сидеть там над уроком час или даже больше, чтобы сделать его полностью по лексическому. Можно обсудить в отдельном видео. Я, конечно, про китайский я не знаю ничего, оттуда до самого языка, но у меня сейчас как раз на курс приходят преподаватели разных языков. Кстати, китайского пока не было. Но вот самого, наверное, интересного, не в обиду остальным языкам, но в плане частотности у нас преподаватель арабского. Во что я верю, мы тут поговорим о вере в воскресенье утром, что нет методики преподавания конкретного языка. Это методика преподавания английского. Ну, схренали. Это методика преподавания языка. И вот лексический подход, соответственно, допустим, в подходе в этом можно работать с любым языком, если есть на то силы и желания. И поэтому есть, конечно, какие-то особенности уже там в плане каких-то, может быть, отдельных техник упражнений, но это уже на уровне действия, а не на уровне, ну, скорее, метода. И тем более подхода. Поэтому, на самом деле, конечно, все это очень интересно. Можно в отдельном видео про китайский тоже поговорить. Но, наверное, напоследок, я хотела спросить все-таки, поскольку у тебя, мы все тебя, скорее, знаем как такого обозревателя всякой жести, которая происходит. Ну, и, естественно, за счет того, что ты сказал, что YouTube тоже хочет такой контент, и это повышает просмотр и так далее. Мы все прекрасно понимаем. Но складывается, наверное, ощущение, что в целом жести довольно много и некачественных уроков много, некачественных курсов. Ну, много, ладно, какое-то слово непонятно, но, в общем, они есть. Они не только создаются, но они и продаются, да? То есть люди их покупают. Нашел ли ты ответ, почему так происходит? То есть что там вообще творится и такое, почему оно пользуется популярностью? Несколько вещей. Первое – это очень хороший маркетинг. Очень хороший маркетинг. Прям не... Вот то, что делает Алекс Рубанов с English. Ты же в курсе, да? Английский 15 минут. Приходи на мой... А, ты не в курсе, да? Слушай, но 15 минут у меня есть знакомые, которые в Яндекс.Практику, может, тоже 15 минут? Ну, там круто. В Яндекс.Практику мне очень круто. Дело не в 15 минутах, а в чем-то еще. Да, дело не в 15 минутах, я понимаю. Яндекс.Практику мне очень классно. Это вот как раз-таки, кстати, один из хороших курсов, который почему-то никто не знает, что я его обозревал, а мне очень нравится. Слушай, там же Ольга Конноли занимается, так понимаю, она же в Яндексе. Да, да. Я вот с ней, кстати, недавно познакомился, я ей тоже высказал, говорю, мне очень нравится то, что вы делаете, очень круто. Ну вот, в итоге пришли, нам так вырежем, нам Яндекс ничего не платил, заберем, не вкладываем ролик. Я вот вижу, я бесплатно об этом всегда везде рассказываю, если мне что-то нравится. Ну, все про то, что я записываю уроки. Веду себя неэтично. Подожди, сейчас за неподемие. Ты же приходил ко мне в 10 часов на уроки, ты приходил тоже обозревать или просто для себя, кстати? Нет, для себя просто. Мне просто интересно было. Ну, во-первых, я хотел просто посмотреть, как другие профессионалы работают по откамсу, просто посмотреть, что вообще, как это происходит. Посмотрите, как лексический подход, вот потому, что у вас прям школа построена чисто на лексическом подходе, так скажем. Вот, мне было интересно, как это все вот апплается, мне было просто интересно посмотреть. Но я думал, если будет что-то плохое, ну, я подумаю, конечно, может, запишу, но я как бы понимал, что скорее всего ничего плохого не будет. Да, я потом пришел на первый урок, я ничего не записывал, то есть я просто пришел, как вот просто Кирилл, просто занимался. Я месяц, по-моему, отходил всего, потом что-то у меня там не получилось. Мы пробили по базе, да, Кириллов больше нет, только один месяц. Мне понравилось, было классно, очень классный преподаватель, очень хорошо было. Если бы там был какой-то трэш, да, я, возможно, третий, там, второй, третий, четвертый, пятый урок, может быть, записал бы. Извини, что не было трэша, да, мы не на этом специализировались. Но ты можешь купить мой курс за 75 тысяч, там, сколько тебе посоветовали в комментариях, и, может быть, трэш будет там. Да, спасибо. Пока, пока, пока не заработал. А ты красночка есть, не переживай, Кирилл. А, ну вот она, да. Так, возвращаясь, да, к тому, почему ты говоришь, классный маркетинг. Да, получается, первое, классный маркетинг, потому что, допустим, то, что делает English. Точка делала, когда вот были все эти открытые рекламы, да, таргетинг очень активный. То есть, да, то есть, когда про тебя или из Каенка, да, лучший даже пример, у них вообще все офигенно. То есть, ну, из Каенка, это не трэш, это просто как бы, ну, это норм просто. Когда про тебя из каждого утюга, когда все знают про тебя или хотя бы один раз слышали, соответственно, человек пойдет туда, к тебе, когда он захочет изучать английский, он такой, так, ага, я слышал про это, я пойду туда. Он не будет искать там в Инстаграме Аниту Модестову, да, там, чтобы найти какое-то там задание по лексическому подходу, да, какие-то уроки. Он об этом не знает, к сожалению, и туда поэтому не пойдет. Поэтому первое, это маркетинг. Второе, людям очень хочется как раз-таки верить в то, как говоришь, I want to believe, да, очень хочется верить в то, что есть какая-то вот такая вот таблетка, которая им поможет. Это будет 15 минут, какие-то курсы, не знаю, там, по нейрометодике, какие-то методы КГБ и так далее и тому подобное. То есть людям очень хочется верить в то, что есть что-то такое, что вот максимально отлично от того, что они изучали ранее. Ну и, соответственно, там давят очень хорошо на точки на некоторые, которые у людей больные, там, это школа какая-то, да, у которых у многих она все-таки такая, ну, негативно очень часто люди воспринимают. Плюс, да, действительно, у них спрашивают, мол, типа, а вот вы 11 лет в школе учили английский, а почему вы на нем не разговариваете? Но никто не задает вопрос, а почему вы 7 лет учили физику, а сейчас даже не помните ни одной формулы? Никто этого почему-то не спрашивает. Потому что все помнят формулы, конечно же. Что тут? Конечно, да. Грамотно давят на всевозможные точки, и люди, которые с этим не знакомы, они на эти манипуляции ведутся и приходят. Поэтому очень хороший маркетинг, очень хорошее вот такое агрессивное продвижение, так скажем. За счет только хорошего маркетинга прям можно долго существовать? Или это такие курсы, которые типа, ну, это не те курсы, которые собрали денег разовый и скрылись, правильно? Они же довольно долго существуют, поэтому одним маркетингом как будто бы здесь не просуществуешь. Ну, почему? Нет, ну, кому-то может и нравиться, действительно, кому-то может быть и нравится, даже я уверен, что кто-нибудь... Понимаешь, есть такая штука, что если ты будешь сам заниматься, если ты очень мотивирован, тебе что угодно дай, ты по нему как бы будешь прогресс видеть, если ты прям очень сильно мотивирован. Дай тебе Голицынского учебник, и ты вот просто один будешь, тебе надо английский выучить, ты помимо этого Голицынского еще кучу всего найдешь и будешь заниматься, а потом в конце у тебя будет ошибка выжившего, что я по Голицынскому занимался и теперь разговаривать умею. А ты на самом деле не разговаривать умел, а ты пошел еще на итоги разговаривать, или ты там, не знаю, со своими друзьями докапывал какими-то вопросами дебильными на английском, или в каком-нибудь дискорде на каком-нибудь сервере просто разговаривал целыми днями, но у тебя будет такая ошибка выжившего. Поэтому, возможно, тут тоже есть, допустим, какая-нибудь English. Там человек долго где-то занимался и, возможно, какой-то прогресс видит. Поэтому, конечно, есть и такое, я уверен, есть и такое, что кому-то это действительно помогает, просто помогает, но достаточно опосредованно, потому что основа является, скорее всего, что-то другое, это просто подспорье. Но при этом при всем, да, то есть маркетинг тут тоже есть, потому что у многих это просто текучка, например, тот самый Skyeng. Опять же, Skyeng норм, да, но в целом понятно, да, что там, чтобы было дешевле, покупают очень много занятий, тоже тратят большие деньги, но при этом потом Skyeng их не возвращает по разным причинам. Да, и, соответственно, как бы, ну, вот так вот, так и зарабатывают. Лучше. Про это не знаем, кстати, это всегда есть юристы, наверное, с которыми можно, если что, посотрудничать. Это да, но не каждый готов там, условно, и за 10-15 тысяч еще тратить там 20 на юриста. Ну, некоторые работают, кстати, там с процентов, да, ну, то есть, ладно, это уже тоже отдельная тема. Слушай, вот у всех, наверное, продуктов, может быть, которые ты отсмотрел, ты считал, сколько ты разных курсов прошел? Сотню, наверное, было. Их так много. Их так много. Ну, мне кажется, да. Ну, я захошел, у меня есть этот плейлист на Ютубе, получается, он как раз-таки называется «Мои обзоры» или что-то такое, или курсы, вот, и там, по-моему, 100 с чем-то, сейчас я точно посмотрю, или там, по-моему, 100 с чем-то. Ну, там, наверное, может, какие-то есть любимые, которые ты пару раз обозревал. Ну, да, есть и такое, да. Такие самые сладенькие. Слушай, а что, для тех, кто, наверное, не смотрел, и, может быть, морально не готов смотреть все 100, это все время у всех разные методики? Или это что-то похожее? То есть, ты нашел какую-то закономерность, что ли, в том, что они делают, что-то общее у них есть, вот, у таких вот, не самых доброкачественных курсов? Ну, это нужно смотреть, видишь, наверное, нужно смотреть на самые популярные. Ну, конечно, везде это просто авторская методика, это самое главное. А что в нее входит обычно? Да, то есть, они похожие авторские или разные? Нет, это ГПМ обыкновенный, может быть, какой-то элемент лексического подхода может быть. Местами те, кто прям совсем, они еще аудиолингвальные используют, между прочим, на секундочку. То есть, они вот, как бы, вот у них-то вообще breaks-through, как говорится, вот с этими, с аудиолингвальным подходом, да. Да, это грамматика на русском языке, соответственно, очень длинные видео или видео, которые можно найти в интернете, там, не знаю, по любому запросу, там, условно, Present Simple, тебе миллиард этих видео выпадет, они ничем не отличаются, а иногда даже хуже по качеству, потому что записаны, ну, через коленку, и никто их не переписывает, на коленке точнее. Вот, и, соответственно, да, получается, это грамматика на русском языке, это какие-то упражнения, соответственно, тоже такие механические достаточно. Раньше прям некоторые из Голицынского воровали, прям в наглую, у меня там было видео, где просто вот прям полноценно вот чувак рассказывает, и потом там вот задание из Голицынского, я аж тогда офигел, потому что я-то как бы знаю его, я-то как бы продвинтый пользователь Голицынского, я помню некоторые задания, да. И там, получается, прям вот прям просто задание пым-пым-пым из Голицынского. Вот, и все. А видео час идет там, типа, где-то мне рассказывают про present simple, где-то можно рассказать за 10 минут все уместить, а то и за 5. Я тебя спросила, потому что у меня в целом сложилось впечатление, ну, из нескольких роликов, что я смотрел, думаю, это опять вот этот, ну, собственно, в плохом вообще его выражении, даже не грамматика, это просто грамматика и перевод, давайте так их назовем. Да, вот, это, кстати, очень хорошо, это ты правильно очень сказал, потому что я даже не знал, как это назвать. Так и есть, вот абсолютно верно. И меня, наверное, удивляет, это почему, ну, то есть, можно же продать что-то другое, что-то, ну, то есть, я, ну, как будто бы, знаешь, это настолько уже, в образовании я психолог, я в целом человек такой оптимистичный, я верю в то, что люди, ну, редко кто прям идет сознательно, там, ну, там, вводит людей в заблуждение. То есть, в целом, мне, наверное, кажется, да, что люди искренне верят, что это работает, получается, и откуда тогда до сих пор эта вера может браться, то есть, когда уже настолько мы как бы, ну, глобально все мы уже поняли, что чтобы научить человека говорить на английском, на языке нужно говорить, да, то есть, как бы неважно, какой методики там ты работаешь, да, что это должно быть. А при этом, слушай, ну, даже я однажды работала, я недолго, когда, ну, то есть, у руководителя была прекрасная схема, что нужно сначала как бы выучить всю грамматику за полгода, а потом через полгода, вся грамматика, это, естественно, таблица времен, active and passive, я вас попрошу, вас попрошу, модальные глаголы, и через полгода можно брать учебник new English file intermediate, то есть, в целом, человек, ну, раз new English file intermediate, человек как бы в сторону коммуникативной методики думал, ну, раз new English file, все-таки это такой образец, но при этом, как бы у человека тоже спокойно это склеилось с тем, что просто сначала нужно переводить разные странные задания, ну, опять, грамматика и перевод, да, вот это вот, с английского на русский туда-обратно, и раз человек пройдет всю эту грамматику, можно через полгода брать new English file intermediate, вот, при этом это был человек с кандидатской степени педагогической, вопрос такой, может быть, к себе, если ты знаешь не в ответ, преподаватели в это по-прежнему верят, откуда это берется, я не знаю, у тебя есть какой-то ответ на это? Мне кажется, это интуитивно просто, это самое простое, если у тебя нет понимания того, что есть еще что-то, это самое интуитивное, взял, перевел, прочитал текст, перевел, посмотрел слова, перевел, это самое интуитивное, что может быть, то есть учить язык вот так вот, просто смотришь, переводишь, смотришь, переводишь, такое чувство, что как будто бы что-то запоминается, выписываешь слова, их зубришь, вот тебе, пожалуйста, ГПМ, ну, как понятно, что ГПМ это намного более глубокая вещь, но здесь как будто бы у всех именно, ну, вот им кажется, что если они познали времена, то они познали все в английском, вот больше, как бы, в английском ничего нет. Ты скажешь, что это не так? Ну, отчасти так, отчасти так, отчасти так, просто помимо всего прочего, есть еще, конечно, другие вещи в английском, ну да, просто мне кажется, что это достаточно интуитивно, вот и все, то есть они, вот есть человек, который там условно, ну, где-то там выучил язык как-то, да, что-то выучил, грубо говоря, там ушел, да, B1+, вот он и думает, что как бы грамматика, она идет в основе всегда, везде, и кроме грамматики там ничего нет, он не понимает, что он, опять же, выучил язык не благодаря только одной грамматике, а благодаря того, что там были и навыки развития, то есть там это и говорение, и удивление, он этого не понимает за счет того, что просто не знает, как это работает, и, соответственно, в его понимании, что, ну, я вот знаю грамматику, это мой такое активное как бы знание, я вот его буду применять, и люди тоже будут учить, но если это, опять же, не умышленное заблуждение, да, умышленное введение заблуждения, то, что мне кажется, что некоторые именно так и делают, потому что это просто проще, потому что намного сложнее сделать текст, намного сложнее сделать текст какой-то очень аутентичный, переработать его, сделать по нему полностью какой-то урок и еще плюс ко всему понимать, зачем этот текст нужно, какой навык именно будет развивать у тебя и для чего это нужно. Как бы люди многие этого не понимают. Мне, короче, написал как-то раз, я делал обзор на Драгункина, такой тоже достаточно известный фрик, вот, и мне потом написал его ассистент, он предложил мне лично встретиться в Питере, я говорю, ага, ищи дурака. И это, и, короче, вот он мне рассказывал, говорит, а что такого, я говорю, ну вот у вас в курсе нет развития навыков никаких, да, мы с ним разговаривали, он говорит, какие навыки, какая, ну вот грамматика, да, ты ее учишь и все, типа, ну слова тоже, вот ты читаешь текст, выучиваешь все слова и все, какая грамматика, какие навыки, ты что, дебил, типа, я ему говорю, ну, мы так долго, конечно, мы с тобой никуда не уедем таким образом, вот, то есть его понимание, да, вот это аудирование ты просто слушаешь и все, просто вот как бы, что хочешь, слушай и все, и какие проблемы с этим. Понятно. Вот, то есть нет понимания, как это работает. Кстати, в лексическом подходе, как таковой, наверное, классической работы с навыками в том понимании тоже нет. И за это я теперь понимаю, почему это, когда про это пишу или где-то говорю, почему это звучит пугающе для других преподавателей. А это значит, что давай тогда только грамматику делать. Конечно, да, конечно, конечно. Нет, да, ну просто там, понимаешь, ко всему в этом плане нужно, потому что всё-таки методика преподавания и вот это преподавание в целом, это же не точная наука. Там везде есть очень много «но». Везде есть очень много как бы исключений. И вещи, которые работают одного, могут не работать на второго. Это нормально. Просто есть действительно, когда ты это понимаешь и делаешь какие-то такие вещи, а есть, когда ты просто берёшь и расскажешь грамматику на русском и думаешь, что сейчас всё заработает. Класс. Я, наверное, это ещё более меня... Ну вот, допустим, моя любимая книга Лексика. Туда её показано, просто там лежит и вибрации свои посылает. Да, то есть лексический подход книга, она прям очень критикует современный на тот момент такой мейнстримовый, коммуникативный подход, наверное, в котором. И у Майкла удивление, значит, то есть, ну какого чёрта мы до сих пор так преподаём? Я спустя 30 лет читаю эту книгу и думаю, какого чёрта мы так преподаём? Потому что уже 30 лет назад человек написал эту книгу, и не он один. Вот. Но при этом вот то, о чём ты говоришь, оно ещё древнее, понимаешь? И тут как бы нас уже вообще не понимаем, откуда оно, почему оно до сих пор существует. Это, конечно, любопытно. Слушай, Кирилл, спасибо тебе большое. Думаю, что пора нам завершать. Вот. Очень было интересно с тобой пообщаться. Это вызывало ещё очень приятные впечатления. То есть, на видео ты тоже ничего на роликах. Ну, оказывается, ты очень милый, душёный человек. С тобой очень интересно было поговорить. Вот я тоже хочу сказать пару слов. Спасибо тебе огромное за то, что позвала. Очень было приятно тоже пообщаться. Я как бы... Я потому что за тобой следил давно, и мне как бы всегда было интересно вот тоже так лично поговорить, посмотреть, как-то вот послушать тебя. Опять же, для меня эта тема немножко противоречивая, но всё равно очень, мне кажется, полезная. То есть вот именно когда преподаватели, они помогают другим преподавателям как бы расти как профессионально, так и, знаешь, финансово. Это очень круто. Вот. И очень круто, когда люди это делают грамотно и всегда, скажем так, аргументированно, да, то есть не просто там типа поднимайте чек, потому что вы этого достойны, а потому что, да, поднимайте чек, потому что вот потому. Есть такой список вещей, которые вы выполняете. Вот поднимайте. Всё. Это круто. И классно, что да, что получается таким образом ты как бы поднимаешь уровень преподавателей. Я надеюсь, что такие же преподаватели будут делать и курсы хорошие, и уроки хорошие. Моя работа вообще нужна не будет. Вот поэтому... Ой, твоя работа будет, конечно, нужна всегда. Но не с теми преподавателями, которые учатся у меня. Да, поэтому я рад. Спасибо ещё раз огромное за то, что ты позвала. Очень было приятно познакомиться, пообщаться. Да. Ну, мы можем всегда... Мы тут наметили несколько тем. Можем всегда продолжить о чём-то ещё поговорить. Я только за. Цены я тоже сюда... Ну, просто какие-то вещи про стоимость, которые ты говорил. У меня, конечно, возникает дикое желание тоже обсудить, поспорить. Но это точно уже в следующий раз. Всё, отпускаю. Нет, только за. Отпускаю тебя в твоё воскресенье. Хорошего тебе дня. И вообще удачи с курсом. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Всё, всем пока. Пока всем.